Виктор Владимирович, а вот подскажите нам, пожалуйста, многие коллеги, да и наши слушатели считают, что щитовидная железа самый такой молчаливый орган. И она никак себя не проявляет в плане наличия каких-то кризисов, кризов, болей, которые бы обратили на себя внимание. И человек, хочешь не хочешь, надо идти разбираться, надо идти к врачу, и тогда уже там это всё выясняется. А так ли это на самом деле, что вот щитовидная железа себя никакими болями не проявляет? Или всё-таки существуют какие-то характерные болевые ощущения, которые дают нам возможность насторожиться и всё-таки заподозрить, что что-то неладно щитовидной железой? Татьяна Владимировна, Вы меня вот на протяжении длительного времени, жизни с Вами, продолжаете удивлять не только своей красотой, но и своим глубоким желанием проникнуть в суть очень больших медицинских проблем. И в связи с этим я хотел сказать бы и вам, и в вашем лице слушателям и зрителям, нашим коллегам о том, что со времён Конфуция, со времён его великой реки, Жёлтой реки здоровья, Конфуция именно щитовидную железу обозначала как железу, как орган-укоритель. Вот, казалось бы, что такое укорять? Что такое? Есть молчаливый какой-то укор, есть громогласный укор. Так вот, щитовидная железа, это орган, это система, которая нас молча, на первый взгляд, укоряет. И она нас укоряет, укоряет, укоряет до тех пор, пока не появляются какие-то, вот, явные признаки, связанные с ней. Это затруднённое глотание, это те или иные проявления микседемы, это экзофтальм, это наличие базеда, зоба и так далее, и так далее. Но вот я хочу сказать о том, что со времён Конфуция, не знаю, как другие памятники медицинские, но вот со времён господина профессора Конфуция известны такие вещи, как, так называемая, плечевая или спинная триада. Что это такое? Вот на тот момент, когда Конфуций создавал свою школу, были разрешены вскрытия. Вскрытия медицинские. То, что на сегодняшний день называется патологоанатомическое вскрытие. Так вот, патологоанатом из школы здоровья Желтой реки, господина Конфуция, они определились, что увеличение левой доли щитовидной железы проявляется болями в левом плечевом суставе. Боли в правом плече очень часто проявляются на вскрытиях увеличением правой доли щитовидной железы. А вот знаменитый, так называемый, в доме хохолок, он является, так называемым, внутренним холмом щитовидной железы. Есть такое понятие, когда железа начинает развиваться в их глубину. И вот, сами вот эти вот подлички, которые связаны с затрудненным дыханием, с поперхиванием, желанием откашляться и так далее, и так далее. Они, как раз таки, являются проявлениями максимально на современный, на сегодняшний день, ну, теми состояниями, которые нам максимально известны. Это знаменитый вдовий хохолок, я еще раз повторяю. Это плечи-лопаточные перератиты. И если мы посмотрим линейность, линейность по отношению к телу левого плеча, правого плеча и по отношению к щитовидной железе, то нам сразу, в общем-то, во многом становится понятно, становится понятно, при течи, которая приводит к развитию в изменениях щитовидной железы. Увеличение правой доли, как правило, это связано с непорядком печени в желчном пузыре, в области фатеррова соска, в области луковицы двенадцатиперстной кишки. А плечо-лопаточный перератит левый, он, как правило, связан с увеличением селезенки, с изменениями в области поджелудочной железы, и венчает, или будем говорить, вершину, если мы берем горизонт этих проявлений в виде, в лице вдовий хохолок. Конечно, вот этот вдовий хохолок, он сам по себе является, будем говорить, венцом вот этого самого метаболического комплекса внутри организма, когда происходит перенакопление липидов, когда происходит перенакопление, как раз таки, моментов жира того, подкожного, который мы с Татьяной Владимировной, помните, мы с вами открыли, как феномен зон затрудненного обмена. И можно по-разному оценивать состояние и, так сказать, и эстетического значения этого хохолка. Очень многие спрашивают, бороться с ним, не бороться, убирать его, не убирать, и так далее, и так далее, и так далее. Есть трактовки народные в этой части, я так понимаю, что, почему называется дой хохолок, и прочее, прочее. Ну, по большому счету, конечно, с точки зрения биохимии, с точки зрения инсулинорезистентности, с точки зрения устойчивого состояния и поведения железной внутренней секреции, вот эта вот триада горизонтальная, плечи спинная, плечи воротниковой, она была открыта очень много лет тому назад, посчитайте, очень много лет тому назад и явилась или является для думающих эндокринологов, для думающих терапевтов, в общем-то, конечно, для ортопедов есть на что обратить внимание и подумать, в каком отношении и в каком направлении формировать свою терапию. Потому что очень часто бывает плечи, мы лечим плечи, а надо лечить щитовидную железу. Мы лечим щитовидную железу, а надо лечить сумки плечевых суставов. Нам нужно лечить щитовидную железу, а мы отвлекаемся на вдове хохолок. Вот в этом смысле, конечно, очень важно понимать, вот эти все метаморфозы, которые в организме происходят, насколько они связаны, как раз таки, вот с тем, то, что великий Конфуция назвал органами-укорителями. Они нас укоряют, они нас подвигают, они нам намекают. И потихоньку, потихоньку говорят, обрати внимание на это, на это, на это. Но суть человеческая, она, что 27 веков до нашей эры, эпоха Конфуция, что сейчас, текущий 21 век, она, по сути дела, не меняется. Человек надеется на какое-то чудо, надеется на какую-то панацею, на какую-то золотую таблетку. Хотя, при всем при этом, есть определенные возрасты. Помните знаменитого нашего советского писателя, великолепного нашего писателя, билетриста, господина Пикулева. Вот, у него есть книжка, одна из величайших книжек его. Три возраста, акини сам. Так вот, у щитовидной железы есть тоже три возраста, на которые надо обращать внимание. Есть возраст полового созревания, есть возраст плата возраста человека, есть возраст угасания. Вот, на эти три периода, на щитовидной железе, надо присматриваться максимально пристально. Потому что, на одном этапе, на втором этапе, на третьем этапе, те или иные изменения со стороны щитовидной железы, формируют огромное количество последующих состояний, с которыми потом, зачастую, очень тяжело бороться. Очень тяжело бороться. Если это интересно будет зрителям и слушателям, мы можем, так сказать, об этом подробно поговорить. Но мы, кстати, и будем говорить об этом, на нашем вебинаре. Я не знаю, насколько он охватит все вопросы. Потому что, казалось бы, при всем таком, своем, будем говорить, небольшой величине, я имею ввиду, органа самого щитовидной железы, конечно, ее владение распространяется на огромное-огромное влияние, я бы так сказал. Не владение, а влияние на территории. Влияние на территории. Колоссальнейшее. Колоссальнейшее. В этом смысле, я хочу сказать, вот сколько я нахожусь в профессии, я не перестаю удивляться колоссальной мудрости, колоссальной глубине именно тибетской медицины, которая очень четко понимали вот эти все связи, вот эти все поведенческие комплексы. Как щитовидная железа ведет себя вечером, как щитовидная железа ведет себя ранним утром, как щитовидная железа ведет себя полдень, как щитовидная железа себя ведет ночью. И в этом смысле, конечно, есть очень прямое взаимоотношение с поведением. Сейчас вы опять скажете, ну вот Картавенко затеяли свою волынку, опять завели свою волынку, любимую тему, посвященную желчному пузырю. Да, это наша любимая, Статьяна Владимировна, волынка. Наша любимая тема, доктор желчь. Почему? Потому что состояние желчи, состояние желчного пузырного функции зависит от щитовидной железы, ровно также, как состояние щитовидной железы, зависит от функции желчного пузыря. Это еще раз повод к тому, что надо бороться до последнего, не до последней капли крови, а до последней капли желчи. Надо бороться за сохранение своей, своего желчного пузыря. Ровно также, как не доводить себя до необходимости резекции щитовидной железы. Или назначение, я понимаю, но я укрываться не буду. Кидайте помидорами, тапочками, ошейниками от собак, меня и так далее, и так далее. Но если вы уже попались на этот кукан гормонозаместительной терапии, тогда уже будьте любезны соблюдать все каноны этого и не играть в партизан. Вот. А если, так сказать, есть возможность не попадаться, не пить из этого, как я в предыдущем видео сказал, не пить из копытца, чтобы козленочком не стать, то вы, пожалуйста, все делайте. И лишний раз мы вас приглашаем на наш вебинар, на котором будем очень подробно останавливаться на специфике поведения щитовидной железы. Милости просим. Ссылочка здесь, вот под этим видео. Вот. И в прикрепленном комментарии. Так что обращайте на это внимание. Будьте здоровы. Виктор Владимирович, а вот вопрос в части тибетских монахов, их рецептов и хитрых хитростей. Нет ли у тибетских монахов какого-то хитренького рецепта для поддержания функции щитовидной железы? Есть такой хитрый рецепт, который широко использовался тибетскими монахами, когда они работали на выездах. Дело в том, что для самого Тибета не характерна эндемичность страдания щитовидной железой, в той или иной проявлениях. Ну, когда вот тибетские монахи выезжали в свои путешествия, когда ламы и мчи приглашались, то, что на сегодняшний день называется, на консилиумы, в командировки медицинские и так далее, и так далее. Об этом редко кто пишет, но достаточно, есть интересно много материалов, английских авторов, французских авторов, немецких авторов, которые указывали на то, что вот тибетские монахи, как раз таки, очень широко распространяли свои знания, и когда тибетские монахи приезжали в северный Китай, когда, или в южную Монголию, то они отмечали там большого количества проблем с щитовидной железой людей страдающих, и у них есть очень интересный, и он продолжает быть крайне живой, этот супчик от щитовидной железы. Ну, а давайте мы подробнее о нем поговорим на вебинаре, прям вот, чтобы каждый участник вебинара мог получить рецепт этого супа, задать вопросы, потому что вот нам часто пеняют, это вот какие-то особенные продукты, я вот там вашу авокадо никогда в жизни в своей деревне не куплю, там или еще там зимой сельдерея у меня нет, там или еще что-то, вот оно вообще доступно по количеству характеру блюд, характеру продуктов, вот этот рецепт. Вы знаете, вот когда вы, Татьяна Надина, мне цитируете такие комментарии, у меня такое впечатление, что мы, я не хочу вообще никого обижать, но у нас страна, это большая деревня, понимаете, у которой нельзя не купить ни авокадо, не купить сельдерея, это уже, понимаете, если мы будем до такой крайности доходить, я лишний раз хочу сказать, что наши ролики посвящены не антагонистическим каким-то взглядам, не будем говорить, не нигилистическому подходу, а к тому, что вот всегда пользуюсь вашим вопросом, пользуюсь вашим... Потребительский экстремизм прекращаем. Хорошо, значит, мы прекращаем потребительский экстремизм, ни о каком сельдерее я рассказывать не буду, так сказать, ни о каких авокадо, сельпроме, так сказать, я не рассказывать не буду, я расскажу о супе, который крайне... Вот он просто растет у вас под ногами. Вот то, что одно из составляющих этого супа, это просто растет у вас под ногами. Вот даже у нас сейчас здесь, даже сейчас... В нашей деревне. В нашей деревне, в нашей деревне... Берет и растет. Да, в нашей деревне, в которой есть и сельдерей, и авокадо, но вот это вот одно из составляющих великого противо, будем говорить, тиреидинного супа, растет, в буквальном смысле, под ногами. Вот мы сейчас с вами выйдем из дома, я вам покажу, где он растет у вас. А второе, это вы можете купить в каждом сельпо. В каждом сельпо можете купить. Вторая составляющая. Это просто вот та самая вот та часть, часть рецепта, чудо-чудного, хитро-хитрого супа, который... Но я не думаю, что кто-то... Хотя у нас люди такие, знаете, как говорил наш Митчман Криворог в свое время, так сказать, хитро сделанные. И из двух компонентов, из двух компонентов точно что-то не найдут. Ну, как, солдаты из топора, да? Суп из топора? Да. Кашу варил или что там? Ну, это немножко другой рефрен. Но вы говорите, из двух ингредиентов. Из двух ингредиентов, да. Приходите на вебинар и просто в правоте моих слов лишний раз убедитесь и поймете доступность этого супа, полезность, крайне полезность этого супа, крайне полезность этого супа, который просто вот закрывает все те проблемы, о которых вот в этом ролике я говорил. И проблемы с печенью, и проблемы с желчным пузырем, и проблемы с селезенкой, и проблемы с поджелудочной железой, и проблемы с вдовьем хохолком и так далее, и так далее, и так далее. И никакого топора, только два ингредиента? Ну, это зависит будет от того, как себя слушатели будут вести. Вот так. Да, если речь идет о топоре. Хорошо, хорошо. Словом, как попасть? Регистрация в описании под этим видео, в прикрепленном комментарии. Регистрируйтесь, в обозначенное время приходите. Ой, вы знаете, вы меня подтолкнули, у меня вот это вот начинается, знаете, как... Зуд. Зуд предвебинарный. Мне уже хочется, чтобы быстрее начался вебинар, и на этом вебинаре я обязательно про этот суп рассказал. Потому что он, на самом деле, удивительный. Вы мне хорошо напомнили про этот суп. Кстати сказать, он является очень мощным адаптогеном. Очень мощным адаптогеном. И, пользуясь случаем, я хочу сказать, что именно вот этот супчик, хитро-хитрый, как вы его обозначили, есть разряд супов, есть разряд супов тибетских адаптационных, вот он входит в семерку, даже в пятерку, даже в тройку топов супов адаптогенов. Вот просто входит в топу супов адаптогенов. Обязательно приходим. Будем помогать. Конечно. Адаптироваться своей щитовидной железе, своему обмену. Да, развитию сельского хозяйства в нашей стране, чтобы в каждой деревне было авокадо и рост сельдерей. Вы это хотели сказать? Свят-свят. Слово, приходите. Конечно. Поработаем, упражнения выполним, про суп узнаете. Все, наступит другая жизнь. Другая жизнь будет хорошей жизнью. Другая хорошая жизнь.